Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа Акцент, я ее ведущий Юрий Алаев. И поводом для сегодняшней программы послужил маленький, можно сказать, микроскопический, но тем не менее, юбилей. Два года назад РКБ-2, Республиканская клиническая больница номер 2, поменяла свой статус, была передана в ведение Казанского федерального университета. И теперь город называется университетской клиникой. Вот о том, что изменилось за прошедшие два года, в каком направлении, мы побеседуем с главным врачом университетской клиники, Альмиром Рашидовичем Абашовым, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте, Альмир Рашидович! Я знаю, что вы нередкий гость на телевидении, и хочу от имени коллег сказать вам за это спасибо, за то, что вы понимаете значимость контактов с масс-медиа, и идете охотно на эти контакты. Ну и вот у нас есть повод, давайте мы эту тему разобьем на несколько вопросов, но для начала вкратце, можете сказать, вот два года прошло, статус поменялся, в какую сторону, что изменилось? Я хочу поблагодарить, в первую очередь, за приглашение, и на самом деле очень важно нам рассказать о своей работе, потому что много нового за эти два года произошло в жизни коллектива. Я бы хотел немножко шире открыть тему того, кто же вошел в состав университетской клиники. Надо сказать, что не только республиканская больница номер два, но и еще два больших коллектива влились в состав университетской клиники. Всего сегодня работает более 1800 человек. Это и врачи, и среднемедицинские работники, и административно-технический персонал. И за эти два года, на мой взгляд, коллективу удалось сделать очень много. Во-первых, мы... Извините, Армир Владимирович, вот вы сказали два еще коллектива. Имеется в виду больница скорой медицинской помощи и городская... Поликлиника номер два. Поликлиника номер два. Это самостоятельные коллективы с большими традициями. И был, в общем-то, очень ответственный момент слияния, когда три совершенно разных корпоративных культуры должны были объединиться в одно целое. И, в общем-то, как заводы военное время в эвакуации, начать давать снаряды, скажем так, в первые месяцы работы. Тут есть и другая параллель. И в какой-то миниатюре вот это вот объединение больницы скорой медицинской помощи, городской клиники второй и РКБ-2, оно в какой-то степени повторило тот путь, который Казанский университет проходил в 2010 году, когда тоже там вливались в вузы. И вы сказали, что у вас сейчас более тысячи сотрудников. Тысяча из места. О, почти две тысячи сотрудников. Большой коллектив. Это почти 20% работников университета, которые работают в городе Казани. Представляете, какой коллектив? Серьезно, да. И, в общем-то, надо сказать, что этот процесс объединения прошел достаточно плавно. В общем-то, не было ни одного протеста, ни одной жалобы на то, что было задумано и то, что сегодня реализовано. Вообще, это уникальное событие, я бы сказал, и в здравоохранении, и в области образования. В Российской Федерации уникальный опыт, когда в составе такого крупного вуза, в системе Минобра, появляется лечебно-профилактическое учреждение, которое выбрало в себя уже действующее учреждение. Были, скажем так, стартапы у наших коллег на Дальнем Востоке, в МГУ образованный медицинский центр. Но они начинали с чистого листа, и это несло как, наверное, и положительный, и, в общем-то, отрицательный момент. Ну, как строители говорят, в чистом поле лучше, чем в условиях городской застройки, когда теснота, масса согласований. Вот эта больница скорой медицинской помощи, она по-прежнему выполняет свои функции. То есть, можно попасть на врачей, на бригаду из вашей клиники, или это какая-то локальная территория обслуживается? Вы знаете, мы остались в тех же, скажем так, условиях работы в рамках интеграции с региональным здравоохранением. Это, на мой взгляд, очень мудрое решение, потому что, на самом деле, мы очень крепко вшиты в систему как городского, так и республиканского здравоохранения. И если бы, например, было принято решение о том, что мы этот объем работы перестаем выполнять после вхождения в состав университета, то, в общем-то, был бы существенный дефицит по кадрам, по коечному фонду для жителей региона. И вот мы на сегодняшний день выполняем даже больший объем, нежели до объединения, потому что возросли наши возможности технологические, возросли объемы финансирования медицинской помощи, которые удалось привлечь из Федерального министерства здравоохранения. Вот это интересный вопрос, извините, что перебиваю. Есть такая поговорка, да, ласковые теляты двухматых сосет. У вас бюджетирование идет по линии Минздрава и по линии Минобр? Или как? В общем-то, мы по линии Минобр получаем заказ на осуществление высокотехнологичных методов. И это достаточно большой объем денег, который приходит, в том числе, для всех жителей республики Татарстан. И мы на сегодняшний день более 450 человек, нуждающихся в дорогостоящих, высокотехнологичных методах, в течение года пролечиваем дополнительно к тому, что мы делали ранее. Вот об этом мы немножко попозже поговорим, да, о том, на какие цели направляются финансирования из Министерства высшего образования, из Министерства образования и наук, если быть точнее, да, федерального имеется в виду. Вот это слияние произошло. Вы отметили, что оно достаточно, ну, безболезненно, да, прошло. В общем, все удалось интегрировать. Объем оказываемых услуг не уменьшился, а даже увеличился в силу лучшей технологической оснащенности. А у меня вопрос, такой, несколько обывательский сейчас, да, он о престиже. Ну, старожилы помнят, да и не только старожилы, наверное, что ваша клиника в свое время в обиходе просторечия называлась Абкомовской. И многим отличалось. И по качеству оборудования, и по качеству обслуживания. Всегда можно было там пригласить к пациенту светила какого-то. Ну, а в коридорах, уж будем откровенны, я эту историю застал, я с незапамятных времен к этой клинике приписан, как говорится. Но в коридорах можно было встретить, ну, весь Бомонт, и членов правительства, и секретарей Абкома партии, там, и так далее. Сейчас поговаривают, вот Бомонт, по крайней мере, частично переместился в МКДЦ. Если говорить о престиже, вот, вы можете сказать, что, ну, уровень поддерживается, несмотря на то, что конкуренция возросла. У нас седьмая клиника прекрасная, у нас МКДЦ, который я только что назвал. Как с этим? Это довольно сложный вопрос, потому что сегодня, сегодняшняя система оказания медицинской помощи предполагает разделение между специализированным видом помощи. К примеру, не дай бог, если у какого-то пациента возникла травма, то он ни в МКДЦ, ни к нам попасть не сможет. Он попадет строго в профильную больницу, чтобы ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Хочу сказать, что Бомонт, он встречается в любых больницах, и на самом деле это сегодня для нас, на мой взгляд, не самое важное, хотя, конечно, и престижно, на мой взгляд. Но все-таки те традиции, которые были внесены в состав университетской клиники, пришедшие из донорской организации, из РКБ-2, сегодня лучшие практики тиражируются на всей территории нашей больницы. И мы подтягиваем и РКБ-2, в том числе, и другие присоединенные и поликлинику, и больницу скорой медицинской помощи к единому стандарту, к современному стандарту пациента ориентированности, где, в общем-то, работа ведется в сотрудничестве и в интересах пациента. И это для нас сегодня, скажем, такая идея для всего нашего коллектива. И все, что не делается, это делается для безопасности и для качества. В связи с этим, вот еще один вопрос. Насколько я понимаю, вы существуете в тех площадях, которые были. РКБ-2 имеет определенное строение, набор станции или там больницы скорой медицинской помощи, городская поликлиника 6. Но, став университетской клиникой, вы получили к себе, по моим подсчетам, примерно 4-5 тысяч еще дополнительных пациентов, потенциальных или реальных там. То есть, я имею в виду, сотрудников Казанского федерального университета теперь к вам приписали. А коечный фонд не увеличился, количество среднего медперсонала и количество врачей не увеличилось. То есть, увеличилась нагрузка на единицу площади и на людей, которые работают. Как вы с этим справляетесь? Это ведь серьезная проблема? С этим справиться не так уж и сложно, потому что наша работа, в общем-то, она ориентирована на профилактическую составляющую. Потому что, в общем-то, идеология медицины предполагает, что когда человек попал в стационар, с этим не смогли справиться поликлинические врачи. И, в общем-то, для нас прибывшая часть населения города Казань в виде сотрудников университета не является бременем. Она является для нас неким таким пулом людей, которые являются нашими соратниками, нашими сотрудниками, нашими коллегами. Мы работаем в одной организации. И, в общем-то, проводить профилактическую работу, на мой взгляд, стало существенно легче. Потому что информационные каналы, взаимосвязи между различными подразделениями университета – это очень здорово поставлено. Мы можем делать выступления, ориентировать людей в рамках одной организации по административной линии даже. То есть мы сегодня проводим большой пул профилактической работы. Более трех тысяч сотрудников ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры. Это то, что здесь спонсоризация называется? Совершенно верно. И профилактические медосмотры, которые ежегодно проходят среди работников образования. Это все проводится нами на базе университетской клиники. И все, кто нуждается в госпитализации, в первоочередном порядке госпитализируются. Я бы, может быть, даже открыл тему несколько с другой стороны. То есть университетская клиника получила в виде прикрепленного населения поликлиники большой пул приверженных людей именно к этой организации. Практически на всю жизнь эти люди сейчас... Это что, врачам помогает как-то? Конечно, безусловно. Это помогает медицинской науке, в общем-то. Потому что цель наша не была только войти в состав университета. Наша цель и понимание всего коллектива пришло к тому, что необходимо было менять что-то в медицинском образовании. Что практическая подготовка врачей во многом зависит от того, насколько административные барьеры не позволяют человеку быстро влиться, интегрироваться в медицинское сообщество. И вот здесь мы получили преимущество, скажем так. Это понятно. Это понятно и очень хорошо. Но смотрите, Алимир Васильевич, допустим, я участковый врач. Представить трудно. Ну, допустим, у меня на пациента, если я веду прием в стационаре, по нормативу, сейчас вы меня поправите, если я ошибусь, 12 минут. И все. И физически я, допустим, могу принять условно назовем 20 человек. Но я их принимал. Принимал, принимала. Женщины ведь в основном, да. Пока было вот такое количество приписанных. Теперь оно увеличилось. Ну, уберем членов семей из расчета. Оставим только сотрудников. 2 тысячи. Но у меня время-то физическое не увеличилось. Правда? Если бы вам дали, я к чему клоню-то. Если бы у вас была такая возможность, а может быть, она есть, а может быть, вы об этом думаете. Нет ощущения, что было бы правильно и хорошо и для врачей, с точки зрения нагрузок на них, и для среднего медицинского персонала. Да и для пациентов, чуть едва ли не в первую очередь, если бы у вас штат немножко расширился. Или это несбыточное что-то такое? Вы знаете, мы немножко смотрим на эту проблему в ином ракурсе. Надо сказать, что, к сожалению, для всего государственного здравоохранения, сегодня широкий рост принимает частная медицина, частные медицинские центры. И наиболее активная, трудоспособная часть населения все больше и больше голосует за платную медицину, потому что не совсем, может быть, комфортные условия пребывания. Где-то существуют очереди, проблемы с попадением к тому или иному специалисту возникают. И тем самым люди за свои деньги выбирают, я бы сказал, не в обиду будет сказано нашим коллегам из частного сектора, несистемную организацию наблюдений за своим здоровьем. И отрывочно, фрагментарно получая в частной медицине медицинские услуги, они удовлетворяют собственные потребности, и тем самым, в общем-то, происходит вымывание некого полупациентов из государственных поликлиник. Вот одной из задач, когда мы принимали на себя ответственность, вбирая в состав университетской клиники вот эту поликлинику, городскую поликлинику номер два, у нас была задача вернуть эту часть в систему государственного здравоохранения. Потому что системность наблюдения должен осуществлять участковый врач. И сегодня большое благо случилось в 2017 году, когда все-таки учет работы поликлинического врача был изменен. От количества посещений мы перешли к подушевому финансированию за прикрепленное население. И тогда не нужно было гнать вал всех вот этих посещений, порой некачественных. Необходимо было уложиться в 15 минут, дать общее количество, которое формировало общий результат работы всей поликлиники, и потом уже оплачивалось по факту, сколько посещений мы сделали. Сегодня система финансирования здравоохранения в амбулаторно-поликлиническом звене, она изменилась. Мы в год получаем финансирование на каждого прикрепленного пациента и планируем работу внутри самостоятельно. Мы оцениваем факт, сколько посещений делает население к нам, сколько приходит к врачу-терапевту пациентов. И тем самым мы можем менять и штатную численность, это прерогатива сегодня руководителя медицинской организации, то есть и штатную численность, и длительность приема, все, в принципе, нацелено на то, чтобы повысить качество услуги. Это очень интересно. Смотрите, по душевое финансирование считается количество пациентов, которые обратились в поликлинику, или по количеству тех карточек, которые у вас заведены. Да, наверное, это в простонародье называется, сколько карточек находится в поликлинике на учреждении. Есть какой-то норматив, и вот на каждую, условно говоря, карточку, за которой каждый человек стоит, начисляется из бюджета определенные средства выделяется. Но у вас есть еще и платный сектор. Платный сектор есть. Платный сектор тоже есть. Вы самокупаемая организация? Абсолютно. Да? Но мы не организация, а подразделение. Ну, подразделение, да. В университете. Надо сказать, что объем платной медицины достаточно велик в нашем подразделении, скажем так. В основном мы связываем это с той большой возможностью и теми традициями, и тем опытом работы нашей диагностики в первую очередь. То есть это всегда была блестящая диагностика в обкомовской клинике. И мы, на самом деле, эти традиции не потеряли и только приумножаем. Сегодня с приходом в университет нам удалось, ну, скажем так, получить новые диагностические возможности на принципиально новых уровнях ее развития, скажем так. То есть сегодня, пожалуй, даже мы в некоторых аспектах нашей работы являемся уникальными на территории Республики Таштан. Это в основном касается генетических исследований. И сегодня есть очень хорошие у нас результаты. И, к сожалению, сегодня генной терапии пока нет. Ну, в широком смысле этого слова, да, но все-таки диагностировать генетический профиль человека и потом спрогнозировать, как ему вести себя дальше, это уже сегодня возможно. Да, это важно, конечно. Это сегодня возможно. Значит, вы, в принципе, вольны как-то варьировать штатным расписанием, да, как по структуре штатного расписания, так и по количеству единиц. Или все-таки там есть ограничения? Ограничения внутренние, которые ты ставишь себе как руководитель организации для того, чтобы не развалить систему, да, потому что система поликлиник, которая была в Советском Союзе и на основе чего мы сегодня продолжаем еще работать на старых нормативных расчетах, она была совершенно правильной. И практика показывает, то есть, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, еще в советское время она была признана одной из лучших. Да. По своей профилактической направленности, по объему оказываемой помощи одним врачом, это так называемая функция врачебной должности, да, то есть, это было одной из лучших систем в мире признанных, как я уже сказал. И нам не очень хотелось бы разрушать ее, ее нужно просто модифицировать под условия сегодняшнего дня и, соответственно, улучшать. К сожалению, конечно, надо признать, что мы испытываем сильнейший кадровый голод, к сожалению, именно в амбулаторно-поликлинической звене. Мы прилагаем сегодня огромную силу для того, чтобы собрать туда достойных врачей. И я хотел поблагодарить всех тех коллег, которые сегодня с нами продолжают работать. Мы проводим существенные мероприятия по повышению квалификации этих работников. Мы стали их вовлекать в жизнь всего коллектива. Но это многогранная такая штука, которую необходимо делать. И вообще терапевт, участковый – это агент национальной безопасности, можно сказать. Потому что это человек, который должен блюсти здоровье каждого гражданина в Российской Федерации. Да, слов нет. Вы в какой-то части нашей беседы сделали такое примечание интересное, на мой взгляд, сказав, что вот те люди, члены коллектива Казанского федерального университета, которые оказались в числе вашей когорты, что ли, пациентов потенциальных или реальных, неважно, то есть приписаны оказались, а они импонируют вам тем, что это вроде бы некое, ну, такое, скажем, понятное, свои, да? Ну, попросту уж я скажу. Это свои, это вот наши, да, наши. С этим вопросом мы, коротенько, может быть, с вами успеем затронуть научную компоненту, да? За последнее время мне, вот, например, не раз уже приходилось слышать такие, ну, не то что вопросы, а такие какие-то слухи, предположения, что вот клиника стала университетской, вот, а она продолжает лечить, у нее там стационар, пациенты приходят, и вот они там развивают такое направление на пациентах, там ставят какие-то эксперименты, опробуют какие-то новые методики, технологии, какие-то лекарства, которые проходят клинические испытания. Что здесь правда, а что такое домысел, что ли, или фантазии досужие? Если можно, я несколько отклонюсь от ответа на вопрос, и несколько, в общем-то, это, наверное, понятно, что сотрудники университета наши, для нас все наши. Ну, понятно, да. Мы делим, у нас более 42 тысяч прикрепленных населений, это действительно, мы душой болеем за всех, кто к нам... 42 тысячи? 42 тысячи. О, солидно. Это, в общем-то, почти 5% жителей Казани. То есть, это люди, которые живут в Ахидском районе, то есть, практически половина Ахидского района. Да, и что касается основного вопроса, то хочу сказать, что по сути своей мы очень инертная система. Это большая организация, которая зарегулирована большим количеством нормативных актов, стандартов. И, в общем-то, первая заповедь врача «Не навреди», она, в общем-то, вшита в мозг каждого медицинского работника, и мы на сегодняшний день, ну, скажем так, из этой концепции строим свою работу. Однако и медицинскую науку, и медицинскую отрасль мы должны развивать. Это, безусловно, наша миссия. Одна из наших миссий, наряду с тем, что мы оказываем медицинскую помощь населению, обучаем студентов, и вместе с тем мы должны еще и развивать медицинскую науку. Значит, работа в этой области, она тоже очень сильно регламентирована. Значит, для того, чтобы провести какое-то клиническое исследование на людях, это почти десятилетний предшествующий этап доклинических испытаний, в том числе и на животных. Это разрешение надзирающего органа Росздравнадзора, после того, как будет выяснена безопасность того или иного исследования. Это страхование жизни добровольцев. Я подчеркну, добровольцев. То есть, никакой самодеятельности. Никаких подпольных экспериментов. Абсолютно, да. И вообще, начиная от врача, заканчивая администрацией, мы все, безусловно, работаем с точки зрения безопасности пациента. Все должно быть сделано именно в этом ключе. Это естественно и логично. Но, тем не менее, добровольцы есть, как я понимаю. Конечно, безусловно. Это, в общем-то, большой пол работы у нас есть в структуре отделения клинических исследований. Значит, исключительно работают с добровольцами. Это в основном студенты. Работа этих добровольцев оплачивается исследовательской командой. И, в общем-то, я бы так сказал, что это здоровые люди, на которых проводятся клинические исследования действия той или иной формулы фармацевтической, которая изобретается, или той или иной медицинской методики. Значит, они подписывают целый ряд юридических документов. Жизнь их страхуется. И, в общем-то, сказать, что вы, например, попадая в хирургию, попадаете вдруг в какую-то, значит, кампанию по проведению эксперимента, конечно, тут говорить не приходится. Потому что это против закона, как минимум. Ну, и потом по этическим соображениям не допускается в работе врача. Понятно. Вы, когда говорили о том, что вам удалось не только сохранить объем оказываемых услуг, но даже и нарастить его, упомянули о технологическом переоснащении. В двух словах, это что? Вот новые какие-то ЕМР или томографы? Это какое-то операционное новое оборудование? Чем вы переоснастились и насколько значимо объемно это переоснащение? Ну, сказать, что это для нас значимо, значит, ничего не сказать. Мы долгое время, к сожалению, находились во втором эшелоне, все наши больницы находились во втором эшелоне нашего регионального здравоохранения, скажем так. Центрами внимания являлись больницы, не вошедшие в состав университетской клиники. И мы долго ждали модернизации. Вхождение в состав университета явилось для нас шансом попасть в первый эшелон высокотехнологичных медицинских организаций. И мы, на мой взгляд, с этой задачей справились. Воспользовались шансом? Это не шанс даже, это упорная работа всего коллектива. Это ректорат под руководством ректора. Это и строители, и коллектив больницы. Это был упорный труд выработки концепции, чем же мы должны заниматься, оценка наших предшествующих компетенций, где наши преимущества, где точки роста есть. И это сегодня позволило структурировать больницу, скажем так, и вовлекло весь коллектив в изменения. Поэтому мы сегодня чувствуем себя как единый организм. У нас сейчас разделилась функция между зданиями. Например, бывшее здание РКБ-2 формируется как сердечно-сосудистый центр, со всеми его преимуществами. Там уже на протяжении десятков лет осуществлялась помощь, вернее, помощь пациентам с инфарктом миокарда и с цербровоскулярной болезнью, то есть инсульты, инфаркты мозга. И, исходя из этого, мы приняли решение, что там будет сердечно-сосудистый центр и сегодня там создается. Он создан. Он создан уже. Создан и продолжает свое развитие. Что касается здания 6-й городской больницы, то помимо функций по обслуживанию скорой медицинской помощи по четырем профилям, как минимум, да, то есть это урология, гинекология, хирургия, нефрология в этих направлениях, гинекология в этом здании осуществляется. Мы развиваем центр хирургических методов лечения. Там сделан большой, хороший хирургический блок. Сегодня существенно поменялись там условия как пребывания, это и оказание медицинской помощи для пациентов, это и приемно-диагностическое отделение, и хирургический блок. Это один из, наверное, самых современных, скажем так, хирургических подразделений вообще в структуре здравоохранения, если общее брать здравоохранение региона. И нам сказать, что это, в общем-то, предметом нашей гордости становится. Хотя, конечно, сделать предстоит еще очень много работы, да. Ну, останавливаться, да, не приходится, если хочешь что-то успеть, это понятно. Из образцов медицинской техники, что у нас появилось, конечно, у нас до этого существовали высокотехнологичные диагностические аппараты, лечебные аппараты, да. То есть мы их где-то продублировали, где-то приблизили. Например, в 6-й городской больнице существенно изменилось качество из-за чего, да. То есть мы дали людям с большим опытом работы, с хорошими медицинскими навыками, врачебными навыками. Орудия труда, скажем, дали, да. То есть дали им диагностические аппараты, а не стали более быстро и качественно ставить диагноз. А тут обратного эффекта не возникает, что есть какое-то оборудование. Я не беру сейчас вашу отрасль, а вот в других отраслях сплошь и рядом наблюдается. Переоснащается предприятие. А потом выясняется, что работать на этом оборудовании некому. Просто не умеют. Не знают, что это такое, их нужно переучивать, направлять куда-то на стажировки. Ну, безусловно, это требует повышения квалификации врачей, потому что даже, ну, скажем так, читать результаты с этого диагностического оборудования надо уметь и правильно их интерпретировать. Я, честно говоря, ожидал несколько другого вопроса. Не будет ли расхолаживать врачей и отвлекать их от клинического мышления, скажем, да? Ага, да, это другая проблема. Это другая. Ну, надо сказать, что вся отрасль здравоохранения сегодня переживает индустриализацию. И мы, на самом деле, видим примеры, когда люди уже не могут принять решение без того или иного аппаратного диагностического приема. Как мне говорил один старый врач, говорит, вот в наших поколениях, вот пациент, человек заходил ко мне в кабинет, я смотрел, эта женщина была, и процентов на 40, на 50 я уже могла вот при первичном осмотре понять, что у него там, как говорится. А сейчас, говорит, молодые, да, они прекрасно управляются со всевозможными там томографами, со всевозможными там анализаторами, но человека, говорит, они уже не могут диагностировать вот просто так. Это, да, есть такая тенденция? К сожалению, такая тенденция прослеживается. И причем, чем больше мы упорядочиваем работу наших коллективов, стандартизуем эту работу, тем меньше и меньше мотивов у докторов. Да, обратная сторона прогресса, это называется. Совершенно верно. Обратная сторона прогресса. Я думаю, что через несколько лет мы выйдем как раз на эту проблематику. Ну, вообще в целом отрасль здравоохранения. Вот ребята, которые к вам приходят, вы ведь теснейшим образом сотрудничаете с Институтом фундаментальной медицины и биологии. Я так понимаю, что все кафедры этого института так или иначе, какие-то у вас представительства имеют, да, или какие-то ресурсы, какие-то совместные работы. Вот эти исследовательские команды, да, которые работают с добровольцами, это же сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии. И сотрудники клиники, и сотрудники института. Совместно. Да, сегодня это единый организм. Мы на сегодняшний день большого фронта работы именно в клинических исследованиях ведем совместно. Надо сказать, что ребята, которые приходят, студенты в клинику, они так меня радуют, когда на них смотрю. Это настолько активная молодежь. К сожалению, даже в наших поколениях еще такого энтузиазма не было. Ребята молодцы, они увлечены, они действительно знают, куда они попали и что они хотят делать в дальнейшем. И я полагаю так, что это во многом заслуга преподавателей. И конкурентность, которая сегодня существует между студенческой среде, между студентами, да, то есть она абсолютно не была присуща, например, даже в наших поколениях. Ребята понимают, что если они будут хорошо учиться, они все-таки станут врачами и они будут, в общем-то, достойно зарабатывать. То есть вы хотите сказать, что более мотивированное такое поколение пришло, да? Они четко чувствуют и готовы впитывать эту информацию, которая им необходима, которая им предоставляется нами в условиях клиники. Слушайте, это прям бальзам на душу. Время нашей программы подходит к концу. У меня, наверное, последний вопрос на сегодня. Я надеюсь, что мы с вами будем еще иметь возможность пообщаться, когда будут новые достижения, новые, как мы говорим на журналистском жаргоне, оперативные поводы для встречи. Вы вот упомянули, что здание шестой клиники вы оснастили, хирургический блок там прекрасный сделали. И сказали, что фактически, ну, не фактически, а просто сформирован кардиологический блок в здании РКБ-2. Он работает, развивается. Где, на каком из этих участков была, вот на прошлой неделе, по-моему, проведена была первая операция на открытом сердце, с чем я позволю себе поздравить и бригаду хирургов, и вас. Это, конечно, успех. Успешная операция, что чрезвычайно важно. Где она была проведена и каковы перспективы вот в этой части сердечных заболеваний хватит, я думаю, это многим интересно будет. В общем-то, это историческое событие для нашей больницы, на мой взгляд. Хотя, конечно, тенденция здравоохранения идет в том ключе, что профилактика и, в общем-то, до открытых операций на сердце мы сегодня не должны доходить практически полностью, да, они должны быть исключены. Но, тем не менее, это является одним из технологических прорывов для нашего коллектива. Это тяжелейший труд организаторов, тяжелейший труд кардиохирургов, которые были заранее, за полгода были приняты в состав нашего коллектива, и они провели большую подготовительную работу. Это и строители, и инженеры по оборудованию, то есть много чего было сделано за это время. Все это было сделано, как я уже говорил, в рамках сердечно-сосудистого центра Начехова. Надо сказать, что результаты первых операций, которые в течение всей минувшей недели у нас проходили прекрасный коллектив, опытный, как показало время. Это практически единая бригада хирургов, которая пришла к нам в состав нашей больницы. И надо сказать, что даже доктора при обсуждении, когда мы собирались обсуждать первые результаты нашей работы, они действительно признают, что клиника выходит на совершенно новый технологический уровень. И мы сегодня можем ответственно заявить, что это действительно высокотехнологичный стационар, который представляет заботу людям, пациентскую помощь. Если говорить в принципе о больницах Татарстана, где-то еще проводятся такие операции? Насколько они привычны, что ли? Да, ну, конечно, они проводятся и в МКДЦ. То есть, вообще, на три зоны была поделена территория всего Татарстана. То есть, это МКДЦ на зону близлежащих районов Казани и город Казань, набережные Челны для Закамской зоны и Альметьевск, юго-восток Татарстана. Вот три кардиологических центра. Ну, в Альметьевск там в свое время дебейки даже привлекали. Они, да, там Татнефть, конечно, постаралась, они ее оснастили. Классно я был там, смотрел давно уже, но все равно это впечатляет. Ну, что я могу сказать? Даже термин «догонять» я не хочу употреблять, да? Но это называется «идти в ногу». А пожелать я могу только то, чтобы, шагая в ногу, ну, вы где-то уже начали опережать, учитывая то, что и научно-экспериментальные компоненты достаточно серьезные взаимодействия с учеными из Института фундаментальной медицины. Это, насколько я понимаю, и с физиками, и с химиками. Тут вот вы затрагивали тему генной, генетического анализа или генетической диагностики, если можно так сказать. Спасибо, Альмир Рашидович, огромное за беседу. Я не знаю, как телезрители, я, во всяком случае, для себя открыл довольно много приятных моментов. И, может быть, один из самых приятных, при всем моем уважении к труду врачей, к вашему переоснащению, это то, что вы уверены, что приходит поколение очень мотивированных молодых людей. И я скажу банальность, но это ведь на самом деле так, и это наше будущее. Мне остается только пожелать нам всем здоровья, и вам, уважаемые телезрители, здоровья. Это была программа «Акцент». У нас в гостях был главный врач университетской клиники или медико-санитарной части, как это официально называется, кандидат медицинских наук Альмир Рашидович Абашев. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова